По словам участников инициативной группы, заключение о необходимости закрытия полигона ТКО на территории Азовского района было опубликовано 10 лет назад. В экологическом вестнике на сайте областного министерства природных ресурсов в 2009 году утверждалось, что полигон исчерпал свои ресурсы, является источником негативного воздействия на окружающую среду, здоровье населения и подлежит закрытию. В связи с этим городской и районной администрациями было принято решение о временной эксплуатации объекта. И только через 10 лет по решению суда функционирование свалки приостановлено на 30 дней. По словам участницы инициативной группы Инны Григорьевой, Росприроднадзором по Ростовской области и Донской прокуратурой выявлены многочисленные нарушения. Но самое главное, что было выявлено сокрытие достоверной информации об воздействии эксплуатируемого ООО ТЭК объекта на окружающую среду. А это является основанием исключения из госреестра размещения отходов этого объекта. И еще был выявлен факт серьезного самозахвата земель сельхозназначения и их порчи. А это уже влечет уголовную ответственность и заседание судебное по этому делу назначено на 21 января 2019 года. За последний год наша свалка увеличилась почти в два раза. Мы выезжали на место, смотрели и увидели, что мусор складируется на земле сельхозназначения. То есть привозят и выгружают уже на рожь то, что растет. Мы со спутника посмотрели, вот где законная свалка, это 13 и 14 номер, и незаконно захваченные земли, это еще где-то 5 и 8 гектаров. То есть это только за один год свалка выросла в два раза. А что будет дальше? Будет печально. Азовский полигон ТКО включен в областную схему объектов по обращению с отходами. За два последних года закрылись большинство входивших в нее свалок. По мнению Инны Григорьевой, очевидно, что документ не соответствует объему мусора, который производится на территории новочеркасского МЭОК. Мы получили ответ из Министерства природных ресурсов и экологии о том, что мы им предоставили анализ территориальной схемы в октябре. И в ноябре получили ответ о том, что да, они понимают, что много ошибок допущено. И они написали такую вещь, что территориальная схема нуждается не просто в доработке и корректировке, а полностью в переделке. И что они ждут выделения средств на эти работы. С началом работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами тарифы за вывоз мусора резко возросли. Снизить это бремя поможет применение раздельного сбора мусора, первый этап которого, постановлением российского правительства, предусмотрен с начала 2019 года. При этом жители Солнечного, а также некоторых многоквартирных домов Азова уже используют данный метод и претендуют на понижающий коэффициент. Но существенно снизить нагрузку на полигоны может мера, прописанная в 276-м постановлении о разделении органических отходов и синтетических. На полигон будет органика просто привозиться и компостироваться, то есть окружающей среде вреда она наносить не будет такого, как в общем объеме мусора. А синтетические отдельно сложенные отходы в контейнеры, они будут приносить достаточно хорошую прибыль для рекоператору и упрощать ему сортировку, и доля извлечения вторсырья у него повысится значительно. Кроме этого, участники инициативной группы считают, что нормативы по сбору мусора, которые применяет региональный оператор, являются не вполне адекватными. У нас Азов же бунтует против тех норм накопления, которые установлены сейчас. Бунтует. И бунтует справедливо, потому что в многоквартирных домах там в три раза меньше производится мусора. В частных подводях там по-другому все немножко устроено. В районе тоже структура мусора совершенно другая. Нужно делать по месту замеры, и этим должны заниматься муниципалитеты, изучать жизнь, так сказать, бытовую своих жителей и сообщать достоверную информацию министерства, чтобы и разрабатывались тарифы тоже уже на достоверных данных. Участники инициативной группы убеждены, закрытие местного полигона ТКО – это неизбежность. Я здесь живу в течение 20 лет. Те, которые поселились раньше меня, которые поселились 25-30 лет назад, их уже нет в живых. Они практически все умерли от рака. А теперь скажите мне, пожалуйста, стоит это или не стоит жизнь стольких людей? Потому что на сегодняшний день доказано, что там выделение фенола и формальдегида почти в десятки раз превышает допустимые нормы. Все онкологические заболевания зависят от этих выделений. Сегодня большинство контейнерных площадок Азова практически постоянно переполнены мусором. Ответственные лица объясняют ситуацию с закрытием местного полигона, который, как временный, действовал целых 10 лет. Получается, что еще с 2009 года Азов и Азовский район под руководством органов власти неизбежно двигались к мусорному коллапсу.